Иногда интерес к подвигу предков появляется у детей через Тальяночку, Катюшу, Смуглянку. Концерт, приуроченный к 70-летию снятия блокады, прошел в театрально-выставочном комплексе Гостинного двора в Петербурге. Бегу, делу, бегу, делу, самолеты! Ну а девушки, а девушки потом! 15 старых чемоданов и одна страна. Так называется спектакль-концерт. Спектакль-путешествие по 20 веку в исполнении музыкального театра «Детей Радуга». Благодаря художественному руководителю Марине Ланда и режиссеру Сергею Васильеву песня стала зримой. Дети 21 века поют о войне, потерях, смерти, а на самом деле учат историю по Дунаевскому, Соловьеву, Седому, Акуджаве. К тому же о войне, о блокаде ребятам рассказывают их руководители. Когда мы делали песни военные, мы собрались у меня дома и показали ребятам фильм о блокаде. И я помню, мы когда посмотрели этот фильм, очень многие девчонки плакали. И я не знаю, что больше их воспитывало. Вот то, что они слышат какие-то иногда пафосные достаточно речи, или вот этот вот молчаливый фильм. У нас прабабушка Мария Ивановна, она всю войну служила на Невском пятачке. И она рассказывала, что было такое ощущение, что это все продлится два месяца, и что они не успеют повоевать. Она прибавила себе год и пошла на войну. По дедушкам он по-настоящему воевал. Знаете, я вот сейчас ей тоже очень такой грустно мне вспоминать, что ни у кого не было выбора. Они вот дети, которые ушли на войну, они не поступали в университет, они заканчивали школу, ушли на войну. Понимаете, я сейчас занимаюсь на скрипке, мне это очень нравится, вот, а у них даже не было выбора. У меня бабушка с дедушкой во время блокады очень хотели помогать взрослым. И они с балкона сбрасывали утюги, кирпичины фашистов. Священник Вячеслав Харинов принес на вечер несколько реликвий блокадного Ленинграда из своего музея при Скорбященском храме. Ребята с интересом рассматривали покровец, найденный у убитого солдата, блокадные деньги и карточки на промышленные товары. Читали последнее письмо красноармейца с западной границы, который уже 12 июня 41-го знает, что будет война и что он погибнет. Мне кажется, для сохранения памяти необходима причастность ребенка к конкретным военным или артефактам, или к культуре, материальной, духовной того времени, к воинским захоронениям, к той реальности, которая должна так или иначе ошеломить, должна удивить. Через учебник, через печатную строку к памяти не приобщаются. И мы никогда не забудем с собой, как наши ровесники приняли бой. Им было всего лишь тринадцать, но были они ленинградцы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ